Здравствуйте, уважаемые зрители! Теперь с вами Зон и Детапонья, который будет заниматься тем, что рассказывать, как вести экономику в World of Tanks. Никто не знает, точнее мало кто догадывается. Мало кто знает, мало кто понимает, да? Да, понимает о всех возможностях. Но не все могут. И когда спрашиваешь даже папок наших очевидных из клана, у которых рейтинг эффективности очень, ну очень фиолетовый, количество боев зашкаливает за 30-40 тысяч, да, есть такие у нас, даже по 50 тысяч. И когда говоришь, сколько на вашем счету денег, недостаточно баланса для пополнения счета. Вы представляете, они не могут даже какой-то лишний миллион себе позволить. У нашего друга Зонга в этот момент мы наблюдаем, о какую сумму, я так понимаю, 42 миллиона. И 350 тысяч, 155 кредита. Кто может похвастать в этой игре наличием, мало того, десятых уровней, которых у него не один десяток, а еще и 42 миллиона? Я сегодня, кстати, говорил, что десяток маловато. Это шутка была в кавычках. Да, а я понял, что ты за чистую монету так сказал, поэтому я принял решение, что надо больше десяток. Да, ребята? Да, сейчас посмотрим. Десяток надо больше. Сегодня это видео посвятим тому, как выбросить на ветер огромное количество денег. Еще и даже не знаю, сколько на это вот пойдет. Лучшее время для покупки десяток это скидки. Несмотря на то, что у нас сейчас происходят всякие акции, где какая-то Ася что-то там шарит, выдавая хорошие скидки, но частенько танки там выпадают не те, которые нужны. Точнее, часто выпадают те, которые нафиг не нужны, которые уже в ангаре есть. А между тем, пора бы уже купить что-нибудь эксклюзивное, как, например, 121-й китаец. СТБ-1 японец. Вафлю, наконец. Ее, наконец, понерфили и теперь ее можно покупать. Да. Ну и на закусочку, конечно, топовые стэшки советов. Ведь все знают, что топовые стэшки советов нагибают. Каждое днище это знает. Ну что, Зок, с чего начнем? А что у тебя есть? Я только что перечислил то, что я сегодня собираюсь купить. Ну вообще, конечно, интересует меня ПТ-шка топовая британская, но ты ее не вкачал, я насколько знаю. Нет, я не люблю такие танки. Я не гонюсь за дешевым нагибом. Вообще, в принципе. Да, его только что я получил от ФВ 1800 урона, и мой Е100 пошел в ангар. Надо дальше ее нерфить, на короче. Ладно, начнем с советских танков. Сто сороковой, добро пожаловать. Ну, возьми асто сороковой. Может быть, 430-й, который ты давно уже выкачал, и никак не можешь. Но только сегодня я могу купить и его, и его. Бери всех. И у меня даже еще экипаж есть на него. Уже заранее выученный, в дни, когда переобучение экипажа стоило дешевле. Не, ну ты расскажи об экономических курс твоей стратегии. Как ты добился такого результата? Да, в общем-то, все просто. На прямах, на самом деле, я не сильно много-то и катался. Не, ну, конечно, на Леве 2352 боя. Еще 954 боя на 34-ке. Это солидная цифра, но явно недостаточная. Да, ну плюс, конечно, еще... 112-й, где ты? Где ты, где ты, где ты? На нем я совсем мало катался. Да не, не может быть, что так мало. А еще, ты расскажи, как ты на аптечках заработал? А что, ими торгуешь, что ли? Да, на аптечках и огнетушителях, и ремкомплектах по скидке. Не секрет, да, не секрет, что покупать расходники нужно в дни акции, когда на них скидка. Это знает каждый начинающий барыга, и даже не барыга, которым я не являюсь. Что-то я не могу найти. А, вот, еще 314 боев на 112-м, да. Покупаем на 50% дешевле всякие расходники, как аптечки, ремкомплекты, по потушителе. Потому что мы их расходуем частенько. И так, получается, экономим половину стоимости. Что в дальнейшем, на перспективу, позволяет нам значительно больше и быстрее фармить деньги. Итак, Зук, что бы мне поставить из модулей на 140 в объект? Ну, я, как обычно, ставил бутылку виски. Это у меня рядом стоит тут. Вентиляцию, однозначно, чтобы быстрее стрелялось. Вентиляцию? Стабилизатор, да, и этот, высылатель. А почему именно вентиляцию, а не, скажем, оптику? А, ну, да, логично, оптику. Ну, у меня стоит, я не помню, что. Но ведь оптика там стоит, потому что светляк, как-никак. Разве это светляк? Ну, в большей степени СТ-шки используются в кланварах, как светляки. Ну, меня не очень сильно интересует, а не как кланваровское использование. А так, да, я даже ставлю к вентилятору специально, чтобы был, так сказать, заряжен максимально. Ну, там, вентилятор, даже не досылать, а стабилизатор, чтобы сведение было. Ну, и однозначно оптику просветленную. Вот эти три аргументы. Так получается, чего-то не получается. Ты четыре модуля назвал? Нет, вентилятор, сведение и оптика. А досылатель? Нет, досылатель я не ставил. О, как. Ну, у нее и так скорость, в принципе, достаточно. Перезарядки нормальные. Ну, тут можно использовать, смотреть на усмотрение. Либо досылатель и сведение, вот, с ними чередовать. Но вот, вентилятор и оптику, это однозначно ставлю. По-любому. Потому что, все-таки, вентилятор дает бонус ко всему. И перезарядки, и к скорости, и к повороту, развороту. Точности стрельбы. А, вот это, правда, не помню, вру. Но, тем не менее, вот, он очень чувствуется. А если еще ставишь ему, как дополнительные атрибуты, там, шоколадку, или что там у советов. Да ты что, 140-й, он же горит. Да, нет, если он загорелся, то смысла в нем нет. Это, опять же, знак ланвары. Для рандомов, наверное, может быть, и имеет смысл что-нибудь другое. 140-й. Пожалуй, поставлю-ка я на тебе оптику. Осталось только купить камуфляжик. Сегодня же у нас скидки на камуфляжи. Да, и за золото, и за сребро. Ура, наша команда слилась, и я не получил нубский пятикратный опыт. А что ты там? А, на Е100, точно. Вопрос в том, в что бы тебя покрасить? Какие у меня уже есть цвета? Все-таки маус-ган не такое плохое орудие для Е100. А ты туда маус-ган поставил? А у меня нет другого. Это я на аккаунте сына прокачиваю. Ну вот, папу попросили, видишь, что только не делаешь. А что сам? Ну, мне интересно, я не ездил на Е100 с маус-ганом. Ты его, это, балуешь. Да, ему танки не нравятся. Он в Доту-2 играет, в основном. Вот зря, зря. Лучше пусть в танки играет. Так, ну что-то я все хорошие камуфляжи уже, по-моему, поставил. Оставились только какие-то очень психоделичные. Видимо, придется повторяться. Время, вот такой камуфляж летний. 41-й год как-то не идет. Тут еще детский смех в ангаре, блин. По-моему, какой-то смех даже истиричный немножко. Какой тебе камуфляж больше нравится на 140-го? Ну, такой серенький в полосочку. Какой серенький в полосочку? Трехцветный, крупнопятный, вторая половина 50-х годов? Полосатенький, да. Применялся в юго-западной особой группе войск? У них описание есть, если ты не знал. А даже так, я не знаю. Ну, наведи, например, на цвет. Ну, я в игре. Ах. Ладно, потом. Потом одену. Тем более, что у советских танков, в принципе, истоковый цвет не вызывает какого-то резкого отвращения. В отличие, к примеру, от американских танков, которые коричневые. Вообще полностью. Или французских. Самый, по-моему, ужасный цвет стоковый все-таки у китайцев. Он какой-то вообще ужасный. Итак, 140-й куплен, теперь 430-й. В ближайшем патче его еще и апают, к тому же. Так что это... 430-го? Да. Так что это... Правильная покупка. Вот он выглядит. Предтечь 64-ки. Я видел все эти танки в кубинке. 64-й. И объект 430-й. Они действительно очень похожи. Хотя корпуса, конечно, у них разные. Я бы не отличил, если бы без названия они ездили в игре. У них очень катки... Ну, то есть ходовая очень разная. Что ее очень легко отличить. Так. На 430-й я, пожалуй, поставлю вентиляцию. И стабилизатор. Такой вот штурмовый вариант получается. Так. А как мне куфи купят? Что-то я его не вижу. Тек. Готово. 430-й объект. Куплен. У нее такое моторное отделение выдающееся. Бревно типичное. Теперь у меня все три топовых советских СТ в ангаре имеются. И, пожалуй, все-таки они сильно отличаются друг от друга. Если вот так вот смотреть друг на друга, перекидывая взгляд, видно, что очень сильные изменения есть. Так. Что бы мы купим дальше? А, Сай? Ну, что там еще может быть-то? Уже забыл? Ага. Ладно. Будем покупать в порядке очереди. К тому же я как немцефил. За что меня очень многие любят. Куплю чудо салфеточного гения. Вафентрагер ауф есто. А, да. Вафля, вафля. Который тут меганагибаторский танчего. Блин, на Малиновке только заехал к мельнице, и наша команда уже нагибает всех. Ну, как же так? Либо слив. Тут еще экипаж переобучать придется. Перки сбрасывать. Потому что этому сараю маскировка не нужна. Да, кстати, я еще хотел и здесь выделиться, и поставить на этот аппарат другое орудие. От есто. Не знаю, как он себя поведет такой конфигурацией. Ух, тут сколько сейчас. 220 тысяч только на снаряды. Ух. Хватит ли мне денег? Это интересно. Придется фармить, Саня. А вот тут, кстати, ставить-то... М-м, да. Что-то досов... А, досователь сюда не ставится. Точно. Сильные приводы. И... И... И все, что ли? Как думаешь, если я сетку сюда поставлю, будет нормально? Ну, сетка, да, прям супер вообще. На эту хрень. Оптику ставить не хочу, я уж тогда лучше сарю трубу поставлю. Короче, что-то беда с модулями для вафли. Да, те модули можешь купить, и все. А, не их тоже скидка? Сейчас на всех скидка. Супер. День танкиста, Новый год, 9 мая, ребята. Лучшие даты для таких закупок. Что-то, когда я играл против этого танка, думал, у него рубка как-то шире. А сейчас, когда он в ангаре стоит, он какой-то скукоженный. Хе-хе. Так, что у меня опять там по... Летал. Субтитры сделал DimaTorzok Пусть будет трехцветный пятнистый камуфляж 43-го года в частях 19-й танковой дивизии во время операции Цитадель. Нет, что-то как-то неисторично. Ну это, конечно, какой-то осьминожек получается. А это ранний камуфляж. А это ядовитый камуфляж. Короче, ладно, пусть будет так. Ну что, Саня, идем дальше? Да, давай. Дальше у нас танчик, который я давно хотел купить. Это какой? 121-й китайчик. В отличие от немцев фивов сервера ру и совкофивов опять же, я люблю китайские танки. Хоть они как бы исторические какие-то пьяные копии советских, но в них есть свой шарм и по геймплею они сильно отличаются от советских танков. А то, что многие ноют, что у них углов нет, это они просто не умеют без углов нагибать. Сами виноваты. Так, ну тут точно нужен досователь. Учитывая, что у экипажа уже есть боевое братство, тоже нужен вентиль. стабилизатор походу или приводы купить. Стабилизаторы или приводы? Приводы уже есть. Ладно, поставлю приводы. То денег и так может не хватить. учитывая довольно мерзко-апокастный цвет китайцев надо сразу на него и камуфляж купить. В китайцах почему-то камуфляж очень много. Хороших, правда, не очень много. не очень много. Так, а какие уже есть. Нет, ну этот мне не очень нравится на самом деле. А тут и хороший, уже занят И этот тоже ничего Такой Конца 80-х, о как, основной трехцветный камуфляж NOAC Цифровой камуфляж Поставлю-ка я вот этот цифровой камуфляж, самый такой Модный Итак Кажется, остался последний танчик Помнишь, какой? Что значит? Китаец? Я его только что купил уже Ну и его даже купил, ну вообще Последний в нашем списке идет японский СТБ-1 Одни, у тебя одна коллекция десяток Не, не только Зато в моей казарме точно стало посвободнее У японцев стоковый цвет уже не такой противный На самом деле Так, и вот здесь вот как раз уже пригодится оптика И, наверное, досыватель И вот уже стабилизатор придется купить за 250 штук Правильно? Асань, или неправильно? Ну, наверное Да, у тебя все правильно Черт, ты даже не споришь Остановить СТБ-1 Так И на него тоже, наверное, можно какой-нибудь амуфляжик поставить Хотя их всего-то два Особо не разгуляешься Ну, пусть будет Трехцветный с окантовкой Вплоть до 45-го года используемый Этот в горных районах Китая Пусть будет такой Итак, ну что, кажется, все Саня Ой, меня фугасницы так и зафигарили, блин Ну и что? Я на Е-25, мне був ваншот Как видите, в моем ангаре не изучено лишь 263-й Который мне качать откровенно лень Всего того, что, ну, говорят, не самые крутые ПТшки тут на пути И вообще я ПТшки не особенно люблю Так Качал, выкачал просто потому, что они были в то свое время Ну, коричневую чуму мы вообще не берем Как видите, у меня ее нет в ангаре Все продал Хоть, да, и 261-й объект изучен, но это было давно и... И неправда Немецкой топы, как видите, у меня есть все Ну, даже коричневая, но она чисто для коллекции тут стоит Я на ней уже сто лет не ездил Американцы тоже есть все Это мы не берем, сюда не смотрите Французов не так много Топов Британцев и того меньше Ну, вот эту вот знаменитую фугасницу Качать тоже откровенно лень Вот через эти все медленные бронированные танки Которые сейчас легко пробиваются голдой Китайского топа второго я купил И японского топа купил И вот у меня осталось на счету еще 15,5 лямов почти Охренеть Блин, даже фармить не надо Хотя, конечно, можно купить оборудование еще на оставшиеся деньги Но тут вопрос, зачем? Потому что и так модули какие-то там валяются Но больше танков-то я особо, по-моему, вроде как не собираюсь покупать Хотя, это еще надо обдумать Такие скидки На этом наши траты на сегодня, думаю, можно заканчивать Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца Завидующим по серебру тоже спасибо Хе-хе-хе Пока Да